Всем привет, друзья! Мы продолжаем метеоритную тематику на канале. И сегодня Тимур Кричко расскажет зрителям Astro Channel, где можно купить метеориты. Но для начала давайте узнаем, а по какому принципу коллекционируют метеориты. Ведь от понимания, что вы хотите получить, будет напрямую зависеть, где это покупать. Передаю слово Тимуру. Поехали! Наверное, чаще всего люди могут быть заинтересованы в покупке какой-то базовой коллекции метеоритов, для того, чтобы вести занятия по астрономии, по космогонии, по геологии Солнечной системы, в каких-то учебных заведениях, в кружках астрономических. И тогда, наверное, достаточно будет для такого человека иметь фрагменты разных типов метеоритов. Железного метеорита, железокаменного метеорита, хондрита и ахондрита. То есть иметь четыре типа метеоритов. В каком виде это может быть? Это могут быть отдельные индивидуальные образцы, но они, как правило, тяжелые и в пересчете на этот вес достаточно дорогие. И порой труднодостижимое это желание. Проще иметь в коробочках спилы, точнее, даже чаще всего пластинки. Четырех этих типов метеоритов. Пластинки могут быть иногда заменены на горбушки. В Америке, в Европе называется эндкат. Последний фрагмент, последний отпил от метеорита. Вот это называется горбушка. Но, опять же, горбушки при том же размере, спиленной поверхностью, они обычно более тяжелые, чем слайсы, чем ломтики. Или, как по-русски, пластинки. Поэтому, наверное, самый дешевый вариант купить именно пластинки. Следующий вариант коллекционирования, распространенный в Европе и в Америке, это коллекционирование систематики метеоритной. То есть, люди пытаются иметь или HLL-хондрит, плюс, значит, разные типы ахондритов. HED-хондриты, SNC, это марсианские, лунный ахондрит, порой примитивные ахондриты, такого-то, такого-то, такого-то типа. Железные метеориты, порой тоже разных подклассов. Железокаменный, полосит, мезосидерит. Это уже развернутая классификация. Здесь как раз гораздо больше денег требуется, потому что начать с обыкновенных хондритов HLL-хондритов, это недорого. Ну, и еще, может быть, прибавим к этому кусочек железного метеорита и кусочек вестианского ахондрита, эвкрита или диогенита или гавардита, они тоже недорогие. Близки по своей цене к хондритам, красивым, более красивым хондритам. А вот когда речь идет о коллекционировании уже редких типов, о дополнении этой классификации за счет марсианских лунных метеоритов и аномальных хондритов каких-то, и примитивных ахондритов, то уже тут, конечно, деньги совсем другие требуются. Хотя, конечно, есть еще один подход. Коллекционирование микрофрагментов для того, чтобы потом под микроскопом их рассматривать. Субграммовых фрагментов. И тут, наверное, все-таки уже можно себе позволить даже дорогие и редкие типы. Также достаточно часто люди хотят купить метеорит кому-то в подарок. И тогда речь, в первую очередь, идет о каком-то индивидуальном образце. Если мы говорим о метеоритах, которые выпали единым куском, или которые были найдены одним единым куском, то здесь задача купить ненарушенный фрагмент метеорита в коре, какой-то красивый, она осложнена тем, что для того, чтобы метеорит был зарегистрирован, нам обязательно нужно фрагмент его отпилить, отдать в регистрирующий орган, как типовой образец. И метеорит становится в любом случае с нарушенной поверхностью. Если он не очень красивый изначально, то, наверное, внешний вид не особо из-за этого страдает, тем более на отпиленную поверхность его можно ставить. И вот эта отпиленная поверхность, она не видна, если такая задача стоит. Особенно жалко, конечно, пилить метеорит ориентированный, где любое нарушение его близко к идеальной форме приводит к утере какого-то вот такого вот имиджа идеального, метеоритного. И поэтому, когда мы хотим купить что-то в виде индивидуального образца, лучше всего обратить внимание на дожди метеоритные, где будет представлено действительно большое количество ненарушенных метеоритов одного и того же падения. И наука здесь, от того, чтобы купить ненарушенный экземпляр, никоим образом не пострадает, потому что регистрация делалась по другому фрагменту этого дождя. Тем более, если дождь достаточно равномерен по своему строению по веществу, от фрагмента к фрагменту не меняются вещества, то тогда, в общем-то, совершенно нормально покупать вот такие вот ненарушенные, неразрушенные метеориты, фрагменты метеоритов. И здесь просто нужно, конечно, покупать у продавца, который никогда не воспользуется тем, что вы не можете посмотреть, что внутри находится того или иного метеорита. То есть, который будет сам уверен, и вы, купив у него, будете уверены, что это именно тот самый метеоритный дождь. Это относится у нас в стране, допустим, к Челябинску, к озеркам. Еще одна цель, ради которой некоторые, и у нас в стране, и в других странах люди хотят купить метеоритное вещество, здесь уже идет речь о веществе. Это изготовление из этой субстанции метеоритного вещества каких-то поделок, каких-то изделий. И в этом случае метеориты рассматриваются как сырье. Соответственно, покупаются какие-то значительные массы железных метеоритов обычно, иногда полоситов, реже хондритов, но хондриты для такой цели покупаются, как правило, бестрещиноватые. То есть, чтобы можно было шар сделать какой-то из хондрита, какую-то изделие, даже скульптуру, нужно, чтобы вещество не рассыпалось, было монолитным. Такие хондриты, в принципе, есть. Обычно это хондриты высоких петрографических типов, где хондр уже немного, но железо, если оно не окисленно смотрится хорошо в таких изделиях. Это еще одна задача, и я как раз вам скажу, где оптимально у нас в стране покупать метеориты на сырье. Лично я считаю, что это не самый такой правильный путь, потому что все-таки вещество метеоритное уникальное, и использовать его для каких-то поделок не очень оптимально. Но в мире эти тенденции присутствуют. Особенно много метеоритов на сырье, железных и железокаменных метеоритов на сырье, покупается в Гонконг, Китае континентальном. Там эти изделия перерабатываются на статуэтах Будды, на те же шары, на какие-то амулеты. Там такая традиция камня обработки, и на метеоритное вещество эта традиция распространилась. Но всегда есть опасность, что продав какую-то массу вещества, мы в ней потеряем что-то уникальное, потому что каждый метеорит, вот каждый слайс, каждый ломтик, на который мы режем ту или иную метеоритную массу, она может нам преподнести сюрприз в виде каких-то уникальных редких включений, или каких-то в хондритах очень красивых хондр, или аномальные включения в железные метеориты, которые там редко встречаются. То есть, конечно, жалкое вещество пускать на безделушки, по большому счету, на поделки. Сейчас Тимур расскажет, в каких, собственно, магазинах оффлайновых и онлайновых можно купить метеориты. Но прежде чем он это сделает, хочу сразу предупредить, чтобы не было никаких там спекуляций. Это не реклама, если под рекламой мы понимаем некое извлечение прибыли или каких-то других благ. Сама тема видео подразумевает конкретику, поэтому Тимур на основе своего личного опыта назовет лучшие, по его мнению, магазины и ресурсы. Вот здесь я выписал адреса магазинов и сайтов, на которых у нас в стране можно купить метеоритное вещество в том или ином виде. Я намеренно здесь не разместил сайт Авито, популярный, потому что на Авито у нас где-то 80% фейков метеоритных. То есть люди просто что-то находят, почему-то считают, что это метеорит, обычно не получив никаких подтверждений по этому поводу, и пытаются это все дело продать. На тех же западных сайтах, площадках на eBay это тоже присутствует, особенно китайцы этим грешат. Но, в общем-то, на eBay очень много и толковых, интересных вещей, об этом я сейчас буду говорить. А на Авито обычно появляются какие-то новые находки, то есть люди реально находят метеориты, редко, но находят на стране. Там эти метеориты появляются, и мгновенно есть у нас несколько людей, любителей, профессионалов, которые дело отслеживают и связываются с этими людьми и предлагают им какие-то свои условия. Если те соглашаются, метеорит покупается, регистрируется через кабинет по метеоритам, и вот таким образом обнаруживаются иногда метеориты новые у нас в стране, выплывают, скажем так, и в странах ближнего зарубежья, в Казахстане в частности. Вот, но для неопытных людей все-таки Авито нельзя советовать. Слишком много фейков. А вот следующий магазин Камневеды, это, я так понимаю, все-таки он и онлайн-магазин, и в первую очередь оффлайн-магазин, две площадки в Москве, на сайте все это отражено. Это уникальный магазин тем, что хозяева и сотрудники этого магазина все увлеченные геологи, то есть люди с высшим образованием, проработавшие в геологии, увлеченные минералогией, и у них не случайно, что многие метеоритчики выставляют на реализацию свое вещество. Там есть и пустынные метеориты у них, и основные российские метеориты почти всегда в продаже, и люди нежадные, в принципе, цены вполне гуманные. То есть, как оффлайн-магазин в Москве, вот рекомендую именно Камневеды. Дальше, как онлайн-магазин, специализирующийся, ну, скажем так, на внешние витрины этого магазина, Камни с неба, на ней в основном рекламируются ювелирные изделия из железных, железокаменных метеоритов. Почему? Потому что вот второй партнер этого проекта сейчас, он специалист по ювелирным изделиям, а главный хозяин проекта изначально это Дмитрий Качалин. Вы его многие знаете, и по фильмам метеоритным, фильм один известен, особенно Манский, про поиск метеоритов, и по участию в Астрофестах. Если кто участвовал в Астрофестах, Дмитрий там один или два года присутствовал вместе со своими изделиями. был у него там столик. И я думаю, что у него, у Дмитрия оптимально покупать сырье железных, железокаменных метеоритов, ну и может быть и хондритов крупных. Почему? Потому что он специализируется на обработке. У него есть несколько станков и искровых станков для пиления железных метеоритов, электроэрзионных точнее, правильно это назвать. и станки с алмазной проволокой, дорогие достаточно и для маленьких метеоритов, и для крупных. То есть он специализируется на обработке. У него много очень как раз крупных метеоритов, в том числе им найденных. Это фрагменты семчанов, фрагменты мунинаусты, и сихоталин, я думаю, у него до сих пор есть и чинген, и дронина. Он их пилит, он умеет их хорошо стабилизировать. У него можно купить стружку метеоритную. Многие люди, которые изготавливают какие-то ножи, какие-то предметы, хотят изготовить из метеоритного железа, могут к нему обращаться, потому что стружки там много в его процессе обработки образуется. Она стоит очень дешево. Понятно, что метеоритный металл в стружке, из него велико не все можно сделать. Структура этих видмандштетовых сростков утрачена, поэтому для чего это-то годится, для чего-то это не годится. Следующий адрес Музеум 21.ру это как раз Музей истории мироздания. Это люди, которые кто-то работал в комитете по метеоритам, кто-то еще числится. У них свой частный музей в подмосковном Дедовске. Долгое время музей имел очень хорошую уже коллекцию, но ютился в такой цокольной трехкомнатной квартире. А сейчас они выкупили здание, крупную землю и строят настоящий, полнофункциональный, современный музей, посвященный метеоритике и истории земли, палеонтологии, через палеонтологию и отчасти минеральные какие-то объекты. Музей очень самобытный, директор музея известный палеонтовок, энтузиаст большущий, и остальные метеоритчики. К этому музею имеют прямое отношение. Через них, наверное, оптимально покупать какие-то дорогие эксклюзивные метеориты, потому что они участвуют по миру практически во всех крупнейших выставках. И в том числе могут что-то привозить, практикуется такое под заказ. То есть, человеку нужен какой-то, допустим, мрочесон для того, чтобы или иметь дома вещество с семью дистиаминокислотами, прилетевшее к нам, или с внешней части пояса астероидов, или еще с более далеких глубин, скажем так, даже не глубин, а с более далеких расстояний в Солнечной системе. Не секрет, что есть там некоторые углестые хондриды, которые считаются практически с пояса койперт нам прилетели. Или же человек хочет иметь кусочек луны, марца, вот обычно как раз ребятам заказывают, они с выставки подбирают и привозят по заказу какие-то такие редкие метеориты. И нельзя сказать, опять же, нельзя не сказать о самой популярной в мире платформе eBay, где имеются магазины практически всех крупнейших и заслуженных и уважаемых мировых дилеров европейских и американских, и где может посчастливиться купить метеориты и простые, и редкие за очень низкую стоимость. Почему? Потому что на eBay все-таки многие продают свою продукцию в виде аукционов. свободный аукцион со стартом там чаще всего один доллар. Соответственно, какие-то простые метеориты, пластиночки метеоритов, каменных, хандритов в первую очередь, или же маленьких железных метеоритов иногда можно купить за этот же один доллар. Плюс многие продавцы на eBay объединяют доставку, поэтому купив допустим пять фрагментов или шесть за рубежом метеоритных, вы можете попросить их положить в одну посылку и оплатить только одну стоимость пересылки. Стоимость пересылки обычно на долларов шесть, соответственно, купив шесть метеоритов по доллару, вы получаете каждый фрагмент по два доллара, то есть по сто с небольшим рублей. Притом это может быть пластины не совсем маленького размера, 2 на 2 сантиметра. Некоторые в коробках пересылают, там коробка одна доллар стоит. Поэтому это возможность такого несказартного процесса, возможность приобрести что-то дешево. Но тут конечно надо знать где и у кого. То есть или разбираться все-таки в метеоритике или проконсультироваться. можно ли у этого продавца покупать, показать кому-то, ну вплоть до того, что мне, я пойму и подскажу вам, можно ли у конкретного продавца покупать конкретные метеориты. Это важно, потому что китайцы туда тоже лезут и не сразу их там удается прищучить. Лезут со своей галькой озерной и речной. В общем, барахла там тоже хватает. И на ebay можно примерно прицениться к стоимости того или иного типа метеоритов. Это тоже важно. То есть если вы у кого-то здесь заказываете, чтобы вам привезли, вы можете обсуждать цену, базируясь на ebay. потому что кроме аукционов там есть еще и фиксированные цены, по фиксированным ценам метеориты обычно немножко по завышенным продаются. Считается, что каждое вещество, особенно редко, найдет своего покупателя. Поэтому цены немножко поднимают. Конечно, сейчас во время коронавируса покупать что-то на ebay несколько рискованно с одной стороны, но с другой стороны продавцы несут ответственность за доставку посылки. Если она к вам не пришла за два месяца, вы обращаетесь к продавцу и он обязан вам компенсировать стоимость посылки плюс пересылки. То есть вы в принципе не теряете ни одного доллара. Но все-таки помятуя о том, что плохо доходят сейчас посылки, можно пользоваться моментом и покупать что-то у российских продавцов на ebay, когда у вас практически 100% посылка дойдет и достаточно быстро. И большинство продавцов идут навстречу, снижают международную доставку, стоимость международной доставки до реальной стоимости по России идут навстречу. И здесь действительно, тем более, если вы живете в Москве, то можно с продавцом договориться, встретиться и осуществить бесплатную доставку, большому счету, того, что вы купили. Поэтому этим можно сейчас пользоваться. Подводя итог тому, что я сегодня сказал, вам нужно определиться, если вы хотите иметь метеорит, в каком виде вы его хотите иметь. Ненарушенный фрагмент, фрагмент с отпиленной какой-то частью для того, чтобы видеть вещество внутри, горбушка, как последний отрез индивидуального фрагмента метеорита, или же пластинки. А, ну, еще одна особенно мне близкая форма подачи метеоритного материала, это прозрачно полированный шлиф, который одновременно является исследуемым образцом, то есть образцом метеорита пригодным для серьезных исследований. Но, если человек покупает шлиф, у него должен быть все-таки микроскоп, по крайней мере биологический, и наличие поляризационных фильтров для того, чтобы хотя бы этим любоваться. Если он не собирается и не может исследовать, то для того, чтобы любоваться красотами обычно красивее всего все-таки хондриты, примитивные, третьего типа, вот для этого нужно иметь микроскоп. и второе все-таки понять, одиночный вам экземпляр нужен, или вы формируете коллекцию для какой-то из целей, о которой я говорил вначале. Вот поэтому желаю вам свои потребности осознать, если действительно они серьезные, ну, сделайте этот первый шаг в мире метеоритно, в мире метеоритных коллекционеров, в мире людей, которые имеют дома фрагмент Солнечной системы, зная, что не могут полететь, а тот же Марс, Луну или пояс астрологи. Они хотят, чтобы эти небесные тела, тела были рядом с ними, постоянно, на книжной или на специализированной полке. Спасибо. Ну, а на сегодня у нас все. Если хотите продолжения метеоритной тематики, то пишите в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать Астрочаннел, то можете это сделать на Патреоне, ссылка в описании, а также нажав кнопку спонсировать на Ютубе. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока.